Есть такое развлечение у нас, читать сливы новой информации о грядущих дополнениях и сезонах Дестани. Не верить им, а потом удивляться, как всё точно повторяется. Ну вот, сами посудите, это фрагмент видео про предыдущий слив, летом прошлого года, который публиковали также на Пестеббин. Свидетель, некое существо тьмы, появится и скажет загадочное... Я увидел достаточно, я иду. И это должно нас и правда напугать, поскольку после этих слов пирамиды активируются и откроется путь к рейду. Мы видели достаточно. Дети Солнечной системы умоляют спасти. Так что всё, похоже, работает. Поэтому, несмотря на то, что любые вбросы информации о сливах и утечках, я всегда призываю вас принимать с большой долей скептицизма, предупреждаю, что вся пересказанная инфа в этом видео может оказаться потенциальным спойлером. Довольно критичным, поскольку раскрывает несколько ключевых сюжетных деталей, таких как смерти персонажей или новой локации. Если не боишься спойлеров, приятного просмотра. Если же не хочешь портить себе впечатление от дальнейших сезонов, то поставь хоть лайк и увидимся в следующем видео. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже. Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLE VIBE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Еще бы! Переходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь к видео. Итак, все. Это финальное предупреждение. Дальше начинаем. Что известно про 17-й, следующий сезон? Называется он Season of the Forgotten, сезон забытых или вроде того. История сезона связана с вексами. Большую роль играет в нем Распутин, которого мы будем пытаться перенести в экзотело. Основная сюжетная ветка сезона и еженедельные миссии приведут нас в родной мир вексов через портал на Европе. Звучит довольно интересно, хоть и смело. Попасть в новый мир в рамках одного сезона довольно сильно. И если это так, то сезон обещает быть интересным. Экзотикой 17-го сезона является плазменная винтовка под названием Hoplite's Chosen. Ее перк по описанию напоминает мультиэлементальный жесткий свет. То есть возможность переключать разные режимы огня и пробивать щиты любого стихийного урона. Важным нововведением станет переработка электрического подкласса в соответствии с системой 3.0. То есть электрички теперь будут настраиваться по типу пустоты 3.0 или стазиса. Об этом, кстати, банджи сами сообщали официально, что планируют привести к такой модели работы все подклассы в течение текущего года. Так что в это легко можно верить. Из лута сливы информации нам обещают новое оружие для крафта, что ожидаемо. С каждым сезоном будет в станок добавляться несколько корпусов и нам снова нужно будет фармить оружие в красной рамке. Сообщается и о добавлении якобы двух новых пвп-карт. Одна на Европе, другая в тронном мире Саватун. Но миф о том, что банджи в курсе, что у них в игре есть гарнила, это совсем фантастика. Если будет две карты в гарниле, это будет беспрецедентное событие за последние 4 года игры. Кстати и про пвп, еще говорят, что железное знамя получит два новых режима в рамках лаборатории. А ранее, напомню, ДНЖ предупреждал, что копить знаки гарнила, железного знамени точнее, больше смысла нет. Поскольку модель будет меняться, прокачка рангов железного знамени будет похожа на ту, что есть у Завалы, Шакса и остальных вендоров. Будет в сезоне и новый экзотический квест, который включает в себя миссию для трех игроков, в которой помогать нам будет Анна Брей. Грубо говоря, что-то вроде предвестия, где миссия проходила под руководством Осириса. Хотя было бы прикольно увидеть ее в качестве NPC, который как будто бы в твоей боевой группе участвует в сражениях непосредственно. В конце сезона выясняется, что вексы – это финальная форма из какой-то другой вселенной, с которой экспериментировали свет и тьма. Да-да, референс к последнему дополнению Destiny 2 Final Shape. Звучит заманчиво, про вексов я бы лично хотел узнать чуточку больше. 18 сезон. Season of the Return. Сезон возвращения. Сезон начинается с появления над Европой корабля Калуса Левиафана, который помогает разморозить Эрамис. Оказывается, что Калус и Эрамис являются избранными послушниками свидетеля. Эрамис и Калус заключают некий пакт, в котором они пытаются выбрать нового лидера для презренных. Сюжет сезона будет вращаться вокруг того, как мы пытаемся нарушить этот пакт. Мы не сражаемся с ними напрямую. Вместо этого мы строим козни и пытаемся посеять раздор между ними. В этом нам помогают Митракс и Сейнт-14. Как и в 17 сезоне, в 18 игроки якобы получат последний переработанный подкласс – Солнечный. Также к системе 3.0. И по правде говоря, его изменений я жду куда больше, чем электрического подкласса. Из Невероятного, Сливы утверждают, что в этом сезоне нам стоит ждать баф для всех винтовок разведчиков. И им по умолчанию всем установят перк Тройной выстрел, что кстати очень неплохая идея. Кроме скауток, баф приготовили для тяжелых гранатометов и луков. Утверждается, что там же планируются некоторые изменения в системе Трансмога, но я не уверен, что ее стоит трогать. Сейчас она работает достаточно качественно и лично у меня вопросов к ней не возникает. А еще у кого-то возникли вопросы к Спэрроу и их якобы тоже хотят переработать в этом сезоне, но может быть это даже и к лучшему. Вдруг это приведет наконец к возвращению Спэрроу Рейсинг. Возвращаясь к сюжетному контенту сезона, обещает появиться новая секретная миссия, а история сезона закончится боем Калуса и Эрамис. Калус останется победителем, но сбежит, поскольку его роль еще очень важна для следующего дополнения. А уцелевшие подданные Эрамис присоединяются к Дому Света. Сам этот Дом Света получил разрешение икоры переехать в Старую Башню. И предположительно, в этой башне появится функция поиска игроков. LFG. Встроенная прямо в игру. Охренеть, да? Спустя 8 лет игроки могут искать себе команду не в Дискорде или мутных группах и форумах, а прямо там, где они и играют. Да, знаю, это все еще не подтверждено. Но все же, забавно, что сейчас об этом заговорили инсайдеры. Вы, наверное, подумали, что раз вернется Калус, то и рейды его вернутся. Как бы не так. Автор утечек сообщает, что в 18 сезоне рейдом в разделе легенды станет рейд из первой части «Падение короля». King's Fall. Мой любимый рейд, кстати. А вместе с ним и экзот этого рейда добавят Touch of Malice, но с измененным перком. В этом видео я просто доношу инфу из сливов, но давние зрители моего канала знают, что я довольно ревностно отношусь к переносу любимой части контента первой части Destiny в сиквел. Так что если эти инсайды подтвердятся, вот тогда и порассуждаем, хорошо это или плохо. Девятнадцатый сезон. Season of the Asylum. Сезон осады или нападения, что-то вроде. Этот сезон тесно связан с событиями дополнения Королева-Ведьма и представит воскрешенную Саватун. Вы же не думали, что мы ее реально одолели? В начале сезона выясняется, что Саватун действительно снова обманула нас, заставив победить Рулка. Она утверждает, что когда она хотела получить свет, она не пыталась обрести могущество и покорить его, а наоборот, готова была служить страннику. Но она знала, что мы более могущественны, чем она. Поэтому она позволила нам убить ее, как бы, и тем самым добраться до Рулка, который был для нее то еще занозой в заднице. В это же время происходит неожиданное нападение Черного флота и Зиву-Арат. Так что обстоятельства заставляют нас заключить союз с Саватун и ее сияющим ульем. События и ключевые задания всего сезона происходят в тронном мире Саватун и городе грез. А сама Саватун будет главным вендором в девятнадцатом сезоне. Сезон также включает в себя подземелье под названием The Fank of Asylum и активность под названием Sempeternal Precinct. Экзотическим оружием станет Глефа, обладающая способностями тьмы, как у Рулка. И самое интересное, что ее свойства будут для нас, как бы, первым шагом к обретению новых способностей тьмы, как все у того же Рулка. Так что похоже, что с новым дополнением все же мы получим и новый подкласс. Боссом подземелья в девятнадцатом сезоне будет сама третья сестра, Зиву-Арат. Но она там точно не умрет от наших рук, так как в Lightfall она сыграет большую роль, став еще одним учеником Свидетеля. Сезон заканчивается тем, что Свидетель пытается захватить город грез. Но Мара, Саватун и Стражи останавливают вторжение. Вот эта компашка. Сама королева Мара умирает, исполнив финальное пятнадцатое желание. Ну а Петра и Ворон обнаруживают яйцо Ахамкары и заботятся о детеныши. Это то яйцо, что мы видели в Хабе в сезоне исчезновения. Такие вот новости. Напоминаю еще раз, что все это неофициальная инсайт-информация. Доверять ей на 100% нельзя. Если же хотите знать мое личное мнение, я вижу много деталей, которые могут скорее указывать на правдивость этой информации. Так что выкидывать все полученное сразу в ведро не стоит. Думаю, что подтверждение или опровержение этой инфе мы получим уже очень скоро. Будет понятно по следующему сезону, который начнется уже через 30 с небольшим дней. Будем посмотреть, как говорится. Кстати, вся эта инфа появилась раньше времени в текстовом варианте в моем телеграме, а видео вышло ранее на странице Бусти для платных подписчиков, без которых канал не смог бы просто существовать. Я там еще эмблемы разыгрываю, кстати, разные, и в кланы набираю, так что посмотри ссылки в описании видео и получай информацию от Трипл Вайп раньше всех. Подписывайся и будем на связи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok